Детали Всем привет! С вами Андрей Деркач. И это детали, проект «Голос Америки» готовы объять необъятное и при этом изучить каждую мелочь в мире науки, медицины и новых технологий. Смотрите сегодня. Блестящий ум узнаем, как запахи влияют на когнитивную функцию мозга. Два в одном ученые обнаружили способ омолаживания одного живого организма за счет другого. На одной волне расскажем, как стимуляция нейронов может улучшать память. А также держать удар искусственный интеллект взялся за судейство боксерских поединков. То, что именно запахи нам лучше всего напоминают о событиях прошлого, не случайно. Ведь информация, полученная обонянием, поступает в ту часть мозга, которая соседствует с отделом, отвечающим за воспоминания. Это заставило ученых задаться вопросом, а что произойдет с умственными способностями человека, если стимулировать обоняние во время сна? Ответ знает Алексей Горбачев. При стимуляции многочисленных чувств, которыми обладают люди, на обоняние зачастую не обращают особенного внимания. И не заслуженно, ведь правильно подобранные запахи могут быть хорошим инструментом поддержания правильной работы мозга, выяснили американские ученые. После 60 у людей начинаются проблемы с памятью, и это нормальное явление. В то же время это серьезная проблема, и память может становиться все хуже. Оказалось, что примерно в том же возрасте у людей снижается способность чувствовать запахи. Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили, что обогащение воздуха ароматами улучшает когнитивные функции мозга. Это происходит за счет усиления связи между неврологическими областями, отвечающими за память и принятие решений. Выяснилось, что для того, чтобы поддерживать здоровье этих центров памяти, ваш мозг нуждается в стимуляции запахами, также называемой обонятельной стимуляцией. В эксперименте приняли участие четыре десятка мужчин и женщин в возрасте от 60 до 85 лет. Половина участников исследования на протяжении полугода использовала в своей спальне ароматический диффузор с натуральными маслами, содержащими запах розы, апельсина, эвкалипта, лимона, мяты, розмарина и лаванды. Участникам из контрольной группы предоставили имитацию, содержащую лишь следы запахов. Все добровольцы должны были использовать диффузор с одним из масел для ароматизации своей спальни в течение двух часов каждую ночь, чередуя ароматы. Это были натуральные запахи, потому что люди чувствуют себя более комфортно с естественными запахами. И мы просто выбрали те, которые приятно пахнут и отличаются друг от друга. Ученые отмечают, что все органы чувств, кроме обоняния, поступают в кору головного мозга через отдел, называющийся таламус, в то время как обоняние связано с центрами памяти мозга напрямую. Пример, когда определенные запахи вызывают у человека очень яркие воспоминания. Серия нейропсихологических тестов для сравнения памяти добровольцев, навыков планирования вербального обучения и переключения внимания, проведенная после шестимесячного исследования, показала кардинальное улучшение когнитивных функций мозга у участников, подвергавшихся воздействию различных ароматов. Следующий шаг – узнать, можно ли использовать ароматерапию для лечения серьезных неврологических нарушений мозга. Нам интересно узнать, сможем ли мы обратить вспять процессы, которые связаны с легкими когнитивными нарушениями, являющимися первым шагом на пути к деменции. В итоге мы хотим сфокусироваться на людях с развившейся деменцией, чтобы узнать, сможем ли мы обратить вспять снижение у них когнитивных функций. Совет авторов исследования тем, кто захочет повторить подобный эксперимент дома, заключается в том, чтобы чередовать разные запахи каждую ночь. Предполагается, что именно смена ароматов каждую ночь привела к радикальному всплеску в когнитивных функциях добровольцев. Алексей Горбачев, Сергей Дагатарь. Специально для программы «Детали». Стартап из Нью-Йорка разработал технологию, благодаря которой парализованные люди могут управлять компьютером, используя лишь только силу мысли. Уродни Грэма – паралич, вызванный болезнью Лу Геррига. Однако благодаря 8-миллиметровому стенту, имплантированному в его мозг для обнаружения нейронной активности, он надеется, что сможет продолжать выходить в интернет, отправлять сообщения и играть в видеоигры. Американская компания «Синхрон» тестировала с помощью Горрэма свой стентрот в течение последних двух лет. «Еще два года назад мы хоть и улавливали сигналы его мозга, но они были довольно слабые. Его мысли о нажатии клавиши мышки система обрабатывала в течение двух-двух с половиной секунд. Благодаря всем последующим улучшениям, это время теперь сократилось примерно до полсекунды. То есть это 0,5 секунды между мыслью и щелчком. Я чувствую, что печатаю руками медленнее, чем он это делает с помощью нейрокомпьютерного интерфейса». Имплантат Горрэма подключается к небольшому блоку, расположенному под его кожей в районе грудной клетки. Блок служит в качестве приемника и передатчика сигнала. «Сан имплант находится на поверхности мозга и считывает то, что происходит в той части, которая называется моторной корой. Она контролирует движение руки-ног, предугадывает, что и когда нужно двигать, и преобразует это в сигнал, который может управлять устройством». «Синхрон» надеется в следующем году получить одобрение властей на коммерциализацию окончательной версии устройства. Правда, перед этим предстоит много работы по расшифровке сигналов мозга и переводу их на универсальный язык, позволяющий управлять компьютерами. «Чтобы активировать области мозга в моторной коре, нужно думать о движении своего тела. У людей, страдающих параличом, мозг все еще работает в этом направлении, но тело на сигналы не реагирует. Мы же преобразуем их в нажатие клавиш, чтобы совершить действие на экране». По словам Горема, за время эксперимента он смог быстро научиться печатать, используя лишь свои мысли. Также он двигает курсором, представляя, что делает это с помощью своей руки и компьютерной мышки. «Одни наши пациенты могут управлять телефоном, другие – планшетом и даже ноутбуком. Они могут сочетать этот навык с другими вспомогательными технологиями, например, трекингом глаз для повышения общей эффективности. Возможность вернуть способность общаться важна не только с точки зрения гуманности, но и для физического здоровья пациентов». Космический корабль «Чандраян-3», запущенный Индией, совершил успешную посадку на Луне. Таким образом, Индия вошла в список космических держав, став лишь четвертым государством в мире, чей космический корабль успешно приземлился на естественный спутник Земли. Ранее это удавалось сделать только США, Китаю и бывшему Советскому Союзу. В качестве места посадки «Чандраян-3» был выбран регион Южного полюса Луны, представляющий огромный научный и стратегический интерес. Ученые полагают, что в этом регионе находятся залежи водяного льда, который может использоваться для обеспечения жизнедеятельности будущих лунных миссий, включая производство ракетного топлива. Американские врачи провели уникальную операцию – трансплантацию стволовых клеток роговицы. Первым пациентом, подвергшимся этой экспериментальной процедуре, стал 51-летний Фил Дёрст из Алабамы, левый глаз которого перестал видеть в результате попадания в него химического вещества на заводе. Сама операция предназначена для лечения недостаточности лимбальных стволовых клеток – заболевания роговицей, которая может возникнуть после химических ожогов и других травм глаза. Лимбальные стволовые клетки необходимы для пополнения и поддержания внешнего слоя роговицы. Пациенты, у которых эти клетки отсутствуют, не могут подвергаться трансплантации роговицы, которая обычно используется для улучшения зрения. Экспериментальная методика включает в себя взятие биопсии стволовых клеток из здорового глаза, а затем их выращивание на трансплантате в лаборатории. По словам учёных, в будущем эта процедура может дать надежду тысячам людей с аналогичными заболеваниями. Один из самых используемых в мире строительных материалов – цемент – можно превратить в гигантский аккумулятор. Это продемонстрировали исследователи из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета. В ходе своего эксперимента они смешали цемент, воду и сажу, образующуюся в результате неполного сгорания топлива. Электропроводимость материала была достигнута за счёт частиц сажи, которые накопились в образовавшихся после поглощения цементом воды пустотах. В них сформировались своего рода усики, напоминающие провода. При добавлении электролита модифицированный цемент превращается в суперконденсатор, который может накапливать и отдавать энергию. Потенциально электрифицированный цемент можно будет использовать при строительстве зданий и дорог, обеспечивая электричеством дома и позволяя заряжать автомобили во время движения. Согласно новому исследованию британской антарктической службы, императорские пингвины могут потерять возможность размножаться из-за изменения климата. Было обнаружено, что в 2022 году таяние льдов привело к исчезновению мест разведения потомства этих животных. Исследователи считают, что в этих местах ни один птенец не выжил. И только в одной из пяти существовавших гнездовий наблюдалось рождение птенцов. Команда также завершила предварительный анализ снимков со спутника и выяснила, что из 62 известных колоний императорских пингвинов в прошлом году 19 пострадали от низкого уровня морского льда, а 13, вероятно, полностью прекратили свое существование. Известно, что если пингвины не смогли успешно размножаться в одном месте, в следующем году они будут искать другое. Хотя популяция может восстановиться после одного или двух лет неудачного размножения, беспокойства по поводу будущего пингвинов это ученых не убавляет. Норвежская энергетическая компания Экинор и ее партнеры открыли крупнейшую в мире плавучую морскую ветряную электростанцию, которая будет обеспечивать электроэнергией ближайшие нефтяные и газовые платформы, сокращая выбросы парниковых газов. Ветряная электростанция Highway Tempen мощностью 88 мегаватт покроет около 35% потребностей в электроэнергии пяти платформ на нефтегазовых месторождениях в Северном море примерно в 140 километрах от западного побережья Норвегии. Ожидается, что она сократит выбросы СО2 на 200 тысяч тонн в год или почти полпроцента от общего объема выбросов углекислого газа в Норвегии в 2022 году. Highway Tempen состоит из 11 ветряных турбин, расположенных на плавучей базе, которая не прикреплена к морскому дну, а буквально стоит на якоре. Эксперты отрасли говорят, что эта новая технология подходит для использования в более глубоких водах на шельфе, который Экинор надеется разработать. Поиск эликсира молодости, некого секрета долголетия, заставляет делать ученых странные на первый взгляд вещи. Так исследователи университета Дюка соединили кровеносные системы молодых и старых мышей, чтобы понять, будет ли это иметь омолаживающий эффект на последних. Оказалось, имеет, причем результаты превзошли все ожидания. Достаточно ли этого для начала широкого использования? Узнаем прямо сейчас. Опыты по объединению систем жизнедеятельности двух живых организмов ученые проводят уже очень давно. При этом преследуются самые разные цели. Одна из них — изучение процесса старения. Парабиоз применяется в качестве инструмента научных исследований на протяжении многих десятилетий, а в сфере изучения процессов старения — уже лет 20. Но эти работы в основном концентрируются сугубо на восстановлении тканей. Более ранние исследования университета Дюка и других научных групп зафиксировали восстанавливающий эффект в клетках старых мышей уже после трех недель парабиоза. Эти эксперименты показали, что пожилые мыши стали более активными, а в их тканях наблюдались признаки омоложения. И нам стало интересно, сможет ли длительный парабиоз обнулить старение клеток. Сможем ли мы совершить их своеобразное перепрограммирование или, по крайней мере, замедлить биологическое старение. Наш подход заключался в измерении показателей здоровья и долголетие через некоторое время после отделения организмов друг от друга. Мы хотели увидеть, будет ли парабиоз иметь долговременный эффект. Возраст мышей также был важен. У молодой особи он составлял 4 месяца, у старой — 2 года. Мы соединили организмы мышей в тот момент, когда одна из них стала проявлять измеримые признаки старения, ослабевания и возрастных заболеваний. Это также дало нам возможность проводить дальнейшие анализы, когда мышь достигла пожилого возраста. Испытания показали, что трехмесячный парабиоз может продлить жизнь мыши на 10%. Мы заметили, что чем дольше организмы мышей были подсоединены друг к другу, тем больше замедляется биологическое старение. Мы смогли протестировать как стандартный парабиоз, проводимый в течение 3-5 недель, так и 12-недельный парабиоз. В случае с более длительным вариантом эффект был наиболее сильным. На клеточном уровне парабиоз радикально снизил эпигенетический возраст крови и тканей печени и вызвал изменения в экспрессе генов, противоположные старению. Эффект омоложения сохранялся даже после 2 месяцев после отсоединения. Мы провели эпигенетический анализ, анализ подвижности, секвенирование всей РНК в печени, чтобы проверить экспрессию генов, а также измерили некоторые другие показатели общего состояния здоровья и активности. Сам механизм, который лежит в основе наблюдаемых процессов, для ученых по-прежнему остается загадкой. Полученные данные показали, что мы можем замедлить процесс старения, но мы использовали очень сложный способ для этого. Нам предстоит разобраться, какая часть всего этого подхода сработала, или же это была комбинация процессов в клетках, белках и так далее. Важно отметить, что трехмесячный парабиоз у мышей в случае с организмом человека составлял бы 8 лет. Возраст подопытных мышей соответствует 18 и 50 годам в человеческом эквиваленте. Ученые отмечают, что хоть практическое применение метода на людях невозможно, результаты работы могут стать отличной платформой для будущих исследований. На момент публикации мы уже пять лет проводили эти исследования, и сейчас готовы перейти к следующему шагу. Мы хотим понять, что лежит в основе наблюдаемых процессов. Дело в клетках, циркулирующих белках, факторах, которые нейтрализуются молодой мышью. Или всё это вместе. Надеюсь, в следующий раз, когда мы будем разговаривать, мы уже будем иметь ответы на эти вопросы. Ученые считают, что после определения того, какие процессы влияют на омоложение при парабиозе, станет возможным создание методов лечения, ускоряющих заживление, омолаживающих организм и продлевающих жизнь пожилым людям. Андрей Деркач, Юрий Закревский. Специально для программы «Детали». Нейронам человека свойственен определенный характер электрической активности. Ученые из Аризоны выяснили, что эта активность может возникать при запоминании. Более того, она становится еще интенсивнее, когда человек уже впоследствии вспоминает о чем-то. На основе этого ученые предположили, что возможность влиять на электрическую активность нейронов может привести к очень интересным результатам, каким именно выяснял Андрей Цветков. Активность нейронов сопровождается ритмами головного мозга. Это своего рода электрические волны, колеблющиеся с определенной частотой. Одним из таких ритмов является тетаритм. Ученым из Аризонского университета удалось установить, что он называет, какое событие провоцирует его появление. Оказывается, для этого не требуется никакой внешней активности. Прошлые исследования в этом направлении связывали этот тип ритмов, имеющих отношение к когнитивной деятельности, как с памятью, так и с навигацией в пространстве. Так, опыты на крысах показали, что эти ритмы появляются, когда животные начинают ориентироваться на местности, и они особенно выражены в зоне под названием гиппокамп. Также установлено, что когда человек пытается запомнить слово, то тетаритмы более выражены. Кроме того, есть исследования, связывающие тетаритмы с вербальной памятью. И это то самое распутье, где в игру вступаем мы с нашим экспериментом. Дело в том, что до исследования Аризонского университета, проведенного с помощью коллег из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета, было принято считать, что внешняя среда является ключевым фактором, провоцирующим тетаритмы. Но эксперимент, проведенный учеными, предлагает альтернативную причину их появления и подтверждает ее. В рамках испытаний участники использовали джойстики для перемещения по виртуальному городу. Когда они прибывали в назначенное место, эксперимент приостанавливался. Пациенты перемещались в созданном нами виртуальном пространстве. В этой части эксперимента сенсорные подсказки и информация, взятая из внешней среды, обрабатывались в мозге. Потом мы просили пациентов представить себя в определенной локации в этом пространстве, а затем, по-прежнему в их воображении, прийти к другой точке в нем. Таким образом мы получили данные о том, что происходит, когда пациенты перемещаются в пространстве с обратной связью и без нее. Ритмы оказались более частыми и ярко выраженными именно во время воображаемого перемещения в пространстве в период отсутствия какой-либо внешней стимуляции. Именно память стала более мощным драйвером такого типа ритмов головного мозга. Полученные данные открывают целый ряд терапевтических возможностей для помощи людям, страдающим нарушениями когнитивных функций или памяти, а также для разработки когнитивных тренингов и программ реабилитации. Исследования на животных показали, что ритмы головного мозга могут выполнять восстанавливающую функцию. Это было установлено с помощью крыс, у которых была эпилепсия или повреждение головного мозга. Поэтому стимуляция тетаритмов у людей также может помочь восстановить некоторые поврежденные ткани и когнитивные функции. А наше исследование описывает способ, который должен быть при этом выбран. Вместо того, чтобы попытаться оказывать стимулирующие действия извне, мы должны либо использовать устройства, имплантируемые в мозг, либо полагаться на память как на терапевтический инструмент, провоцирующий возникновение ритмов. В рамках следующих испытаний ученые планируют сравнить ритмы головного мозга пациентов, способных свободно перемещаться в пространстве, и тех, кто в силу обстоятельств не может этого делать. Андрей Светков, Юрий Закреский, специально для программы «Детали». Датские исследователи научили искусственный интеллект работать на боксерских поединках. Оказалось, что с его помощью можно довести судейство в этом виде спорта до совершенства. Разработанный алгоритм искусственного интеллекта под названием «Дипстрайк» может проанализировать, сколько ударов нанес боксер и насколько эффективными они были. «Дипстрайк» – это искусственный интеллект, который работает с использованием технологий компьютерного зрения, машинного обучения и нейронных сетей. На основе видеотрансляции боксерского поединка он автоматически подсчитывает общее количество нанесенных ударов, количество точных ударов, а также их воздействие на соперника. Кроме этого, он делает много других интересных вещей. Например, автоматически генерирует видеофайлы с анализом раундов. Он может использовать две-три камеры и создавать с их помощью что-то наподобие ТВ-трансляции. Система собирает данные по 50 различным параметрам в режиме реального времени. Она может менять ракурс камер, а также следить за перемещениями на ринге и показывать основные моменты между раундами. Мы хотим создать что-то, что тренировочные залы, клубы, ассоциации не могли раньше себе позволить. Причем это сервис такого же качества, как и дорогие аналоги верхнего сегмента рынка с их возможностями сбора и анализа статистики, найма видеооператоров. Мы открываем доступ ко всему этому благодаря автоматизации. В боксе регулярно случаются скандалы из-за подозрений в предвзятом судействе. По словам разработчиков, их постоянно спрашивают, сможет ли искусственный интеллект в конечном итоге заменить осуществляемое человеком судейство. Они отвечают, что в ходе тестов было продемонстрировано, что технически это возможно. Да, это не тот судья, который следует за вами на ринге, но теоретически его можно использовать для судейства, хотя это вопрос скорее политический. Мы тестировали нашу технологию на постпродакшене, и в 10 из 12 боев искусственный интеллект выбирал тех же победителей, что и обычные судьи. В двух случаях он принял другое решение, но в тех боях выбор судей даже был освистан толпой. Бета-версия разработки, возможно, будет опубликована уже в конце этого года. Я думаю, что это полностью поменяет работу клубов. Каждый из них сможет предоставить своим бойцам подробный анализ проделанной работы, а это на данный момент доступно только очень небольшой группе людей. Они смогут проводить профессиональные трансляции своих боев, а также монетизировать их. Это были детали, а очередной раз заглянем вместе с вами в мир будущего уже через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин